всем привет с вами Эдгар вы на канале Семья Багдасалян в этом видео ребята хочу показать вам свою хурму деревьям три хурмы я посадил в прошлом году покупал я у Юрия Крутиков канал такой есть он выращивает разные ореховые деревья каштан хурма еще какие-то я у него купил наверное штук 15 деревьев все прижились до единого вот про эти деревья отдельное видео можете посмотреть это ореховые разные сердцевидные черные пекан также каштановые деревья есть в этом видео хочу показать хурма раз два три сейчас поближе покажу каждый из них посадил я в прошлом году летом маленькие деревья однолетние большие корни там около метра только корень был и сверху маленький такой пестик перезимовали деревья отлично были под снегом и в этом году листья и хороший прирост вот каждый из этих деревьев развивается по-своему кто как сейчас все покажу в общем посадил дерево посадочка у меня обычно я не применяю в своем огороде саде химию никаких подкормок навоз ничего вообще вообще просто ничего не органически органически ничего такого в общем единственное что я делаю это выкопал лунку залил воды посадил саженец засыпал землей и поливаю и вот вокруг дерева когда я скашиваю вот этот газон или траву то вот эту траву вокруг приствольный круг вот накидываю это чтобы просто чуть-чуть удержания влаги но это тоже заморочка только на первый период жизни как только дерево будет достаточно сильным а это можно определить уже но смотришь на дерево в принципе понятно что сильное дерево спокойно там сильные ветра и ему пофиг там уже понятно что все нормально за деревом уже бегать не нужно это как вот с ребенком вот дети вы можете первое время за ними бегать бегать вот у меня сын сейчас 14 лет мне уже в принципе пофиг где он там уходит чем там делает уже самостоятельный человек все что нужно я ему рассказал передал объяснил и теперь он должен уже самостоятельно решать какие-то вопросы чтобы стать мужчины так вот вот этот момент когда переходит ребенок в подростку потом мужчину у каждого по-своему человека индивидуально и это примерно понятно вот родителям вот смотришь ну все вот он уже самостоятельно все сам решает уже тысяч ты там не можешь командовать или там читать будем там сильно объяснять и с деревьями такая же штука первое время вы ну поливаете смотрите так сказать охраняете чтобы там никто не избил не сломал вот такие только моменты разговариваете с деревом возможно а как только видно что все дерево самостоятельно все вот этих заморочек не надо даже можете не поливать достаточно будет дождя дерево разберется и никто его уже не сломает ничего с ним не помню не сделают так что пока что я это дерево охраняю объясняю в чем смысл жизни вот философствуем вместе я говорю там вот есть люди есть ладно шутка ну тут есть доля правда конечно вот такой вот дерево я посадил в этом году как вы видите вот пошли веточки раз два три три четыре веточки на каждой листики великолепно себя чувствует дерево у нас морозы бывают до минус 35 могут быть в этом году минус 30 31 что такое было морозы были снега не так много было но вот эти деревья я закидал снегом насколько было потом чуть-чуть их накрыла не укрывал ничего не делал вот как они есть так они есть они должны прижиться и привыкнуть к местной температуре чтобы потом не бегать за ними всю жизнь это как вот опять таки с детьми будете слишком ну как бы опекать ребенка вырастет маменькин сынок не самостоятельная и до конца жизни будет от вас чего-то хотеть и ничего не сможет решать в этой жизни вы сделаете просто человека духовная инвалида он будет от вас очень сильно зависит зависеть да и не дадите возможность раскрыться поэтому воспитываете но в какой-то момент нужно ребенка отпускать чтобы он тоже стал подростком ну там мужчины женщиной и ушел самостоятельное плавание это красота жизни не нужно удерживать если будете удерживать у вас ваш ребенок до конца жизни будет прилип шиква к вам он постоянно будет но от вас чего-то хотеть ныть жаловаться во всем будете вы виноваты в общем сами сделаете проблему ребенку проблема создадите и он до конца жизни не сможет нормально вот как бы раскрыться второе дерево вот это еще больше вот посмотрите раз веточка самого низа пошла отдельно другая ветка пошла вот это прирост за этот год в прошлом году я такой посадил вот выросла и вот здесь пошли прирост и новые и на самом стволе и ствол уже стал намного толще вот посмотрите вот такой вот пестик посадил тоненький тоненький вообще вот примерно вот такая штучка была вот такое ощущение ветер дунет и все и нет хурмы вот я поставил вот такой круг сделал обозначил потом длинный такой штырь тоже воткнул это на тот момент когда зима да вот снег и кто-то захочет здесь пройти лопатой что-то сделать и видит и но я сам даже уже буду знать что вот здесь торчит штырь и понятно что здесь есть что-то посажено что нельзя трогать так что вот такой кружочек вот эта фигня недорого стоит такая небольшая защита и вот это железячка в общем дерево посмотрите просто отлично великолепно себя чувствует здесь прирост и пошли я думаю что достаточно высоко в этом году поднимется и вот самое большое при этом они все одинаковы все однолетние 1 вот такое вот деревце было вот саженец северных сортов орехов это у него деревья вот хурма американская lemans delight а вот у кого я покупал юрий крутиков спасибо этому человеку мне понравилось как он эти деревья подготавливает у него воздушная обрезка корней называется в каждом видео это объясняю возможно вы первый раз слушаете меня и можете у него посмотреть видео в общем он начинает выращивать дерево и ничего не чекает внизу там когда чуть больше метра оставляет пустоту как я понял корень идет встречается с воздухом некуда типа расти и останавливает рост это получается воздушная обрезка тем самым корень не затронут дерево сильно и вот он продает тут когда вы покупаете у него саженец когда его получите годовалый саженец хурмы вы чуть-чуть может быть даже будете как-то шокированы приходит вот такое дерево сверху но метровая корень снизу я первый раз когда так дерево получил думал были чуть-чуть за дерево чего это такое пестик какой-то блин фигня какая-то нож вот это мои первые неправильные ощущения сейчас каждым годом у меня отношение к природе к пониманию деревьев вот экосистемы вот это все меняется и вот эта проблема вот у людей да когда вы не знаете и у вас какое-то стандартное мышление огородника вот как нас приучили там типа резы деревья химикаты и вот это все такое то воспринимаешь такой подход как будто что-то этот человек неправильно делает а в действительности вот просто у тебя нету информации как работает природа воспринимаешь неправильно а в итоге все как раз таки вот юрий делает правильно потому что в первую очередь развитие корню дает возможность а потом только вверх также у него кстати есть видео я от него первый раз услышал это вот нигде такого еще не видел не читал вот он рассказывает что такое дерево и я для себя пол понял вот это что оказывается но вот как вот мы ходим да у нас голова наверху тело внизу да и как бы система такая верхняя часть для нас важно нижняя но продолжение что-то типа такого а вот у дерева ровно наоборот как будто вот взяли человека перевернули головой воткнули вниз у дерева не внизу корень это главная система вот эти корни а вот то что сюда растет это уже как бы тело то что вот идет но я не знаю даже как объяснить посмотрите как юрий это рассказывает у него прям наглядный расклад очень интересно там у него есть видео такое и как корни двигаются как они растут насколько на кончиках корней умная система развития и получается так что в первую очередь должен корень развиваться он уходит в глубину у хурмы у орехов тому каштана корни очень быстро развиваются и уходят на несколько метров могут за один там два года уйти в глубину чтобы вцепиться найти воду минералы и как только они это делают дерево определяет что все как бы достаточно внизу развития они начинают верхнюю часть развивать а люди делают все наоборот они хотят верхнюю часть получить быстрее а корневая система еще не развита ее обрезают или там рвут и получается такая штука что дерево слабое оно если вверху даже развивается то корневая слабо и дерево начинает шататься меньше будет у вас жить а если сначала корневая разовьется закрепляется питание есть все есть обосновалась все и потом верхушка понеслась для этого нужно какое-то время но вот например вот хурма такая да тут уже наверное больше метра я потом даже замерами сделаю вот я посадил ребят вот такой вот пестик у меня за прошлый год выросло вот до сюда деревья я не трогал она самостоятельно тут растет тут сбоку еще вот этот прирост вот этот вот отсюда вот новый вот смотрите тут сантиметров тридцать она продолжает расти это буквально за этот месяц выросло вот это вот где-то сантиметров тридцать сбоку также сантиметров наверно тридцать вот эти ветки на примерно вот выросли так и вот это уже начинает утолщаться здесь уже когда трогаю вот этот ствол уже так вот конкретно вот как кора дерево плотно когда я получил дерево оно было такое мягкое вот такой сейчас сломается блин и в итоге с этого маленького пестика прошлое прошлым летом вроде я посадил и уже в общем то вот вам метровая хурма вот на следующий год весной посадил осень пришла зима это все засыпалось снегом проснулись сейчас у нас начало июня 2 или 3 там июня и вот за вот этот сезон за весну можно сказать и кстати вот этот прирост произошел достаточно быстро первое время как будто дерево ну ничего не происходило за такой замерло и буквально за май месяц вот вот эти приросты получились очень хорошие красивые листья прям бодрые такие все вот великолепные листья и здесь вот эти вот стволы поднимаются и тоже начинают от деревенеть дерево также я вот купила такой круг пластиковый воткнул тоже рядом вот это обозначающее что здесь есть дерево чтобы никто не тронул и тут сбоку еще одну такую же штуку воткнул ее взял такой сжал даже для чего когда тут у нас бывает ветер и вот получается с той стороны ветер дует и дерево у нас туда-сюда вот право-лево уходят и я сделал эту штуку что например ветер сильно дует ну максимум подожмет сюда прям не привязывал чтобы дерево самостоятельное было потому что если сильно подвязывать и не давать возможность дереву шататься но это как не дать ребенку ходить балансировать чтобы он понял чтобы у него мозжечок сработал и он понимал что нужно держать баланс вот так и научиться ходить прямо это вот дети так делают например вот в первый раз ребенку ставите он падает встает падает встает падает почему потому что еще не понимает есть у нас мозжечок который контролирует за прямохождение то что мы не падаем но это балансировка должна отрегулироваться чтобы это произошло ребенок должен ходить и падать ходить и падать и потом понять как это работает привыкнуть и потом начать прямо ходить и уже не падать вот мы взрослые ходим и не падаем только благодаря тому что в детстве нам дали возможность тренироваться вот в этом и это привело к прямохождению и деревья тоже они вот на ветру вот колышется пока это происходит дерево понимает вот это давление ветра начинается выпускать листья но ветки в ту сторону откуда ветер дует чтобы балансировку сделать чтобы она устойчиво было и за счет того что он постоянно какое-то давление вот так вот происходит начинает вот эта система центральная толще становиться укрепляться защиту как раз таки от ветров а если вы слишком ну сильная опекаете вот привязали по миллиметрам не даете возможность вот многие люди что делают берут на первом этапе начинают резать это неправильно потом привязывают к штырям распятие делают со всех сторон дерево не шевелится и не понимает как ему балансировать укреплять ствол чтобы от ветров защищаться она не понимает что ему делать как бы она держится все в порядке корневая система где находится мозг не укрепляет само дерево потому что думает что нет ветров почему нет ветров ну потому что вы вот так вот закрепили и не даете шататься и дерево не в не понимает этого в общем защищайте дерево но дайте возможность быть все-таки самостоятельным и как только она встает достаточно толсто вот эти штуки нужно убирать оставлять чтобы дерево могло балансировать и в итоге стать сильным тогда у вас будет сильное мощное дерево с хорошей корневой системой и такое дерево которое вы не трогаете не чекаете ничем не поливаете химикатами она вас просуществует много лет сотни лет может и будут давать такие же вот сильные плоды а вот химические вот эти штуки воздействия это неправильно вот это резать дерево тоже нельзя потому что нужно чтобы она сначала выросла выпустила туда ветки куда она считает нужным чтобы сбалансироваться стать сильным и только потом когда она большое дерево если в какую-то сторону вон там что-то ветка какая-то мешает можете уже убрать это если не мешает прям конкретно лучше не трогайте дерево если вы хотите отрезать только потому что считаете что вы формируете какую-то крону ради дизайна и красоты но вы ребята идиоты просто идиоты почему потому что вы не понимаете как работает дерево поэтому вы идиоты вот есть не понимаете лучше не лезть в это все дело ну чё думаете вы лучше знаете как и расти дереву лучше чем само дерево если вы так думаете вы тоже идиоты потому что деревья растут тысячелетиями а человек всего лишь там какие-то сто лет прожить не может при том что дерево стоит на месте а выходите у вас преимущество есть выходите вы не можете больше 100 лет 60 70 лет и все дерево на месте может тысячу лет простоять кто умнее вот кто лучше понимает как нужен на планете выживать мы люди или вот дерево я думаю что дерево умнее человека так что относитесь серьезнее к деревьям не надо резать их вот просто сейчас какая-то тенденция такая научили людей как учета там формировать химичить вот если вы сюда не нальете какой-нибудь корневин шмарневин то дерево не вырастет как они без этого интересно раньше вы но росли все что вам нужно сделать это создать какую-то там ну экосистему растения рядом должны быть пресс-вольный круг кстати не копайте потому что там корневая система есть мелкие корни в эту лопатой их перерезаете не трогайте ее единственное что можно сделать это просто насыпать от какую-то траву скосили там траву вот насыпьте у вас будет что-то типа вот сена это только для того чтобы сохранить больше влаги и все больше ничего не надо делать лучше всего вот можно какие-то растения посадить пусть растут растения они сохраняют влагу у растений таких внизу тоже мелкие корневые системы они тоже там азот фиксирует много чего происходит дает возможность питания дереву вот а вы начинаете приствольный круг копать повреждаете вокруг корни но зато думаете что создаете лунку куда типа стекает вода и она сохраняется почему она должна здесь сохраняться наверху надо чтобы вот здесь была экосистема вот рабочая земля ее не надо трогать вода придет уходит вниз дерево возьмет столько сколько нужно а с поверхности какая-то часть испаряется если создать лунку вы создаете болото смысл от этого болото это как вам дать воды попить а потом еще бочку воды на вас налить и вы в воде будете постоянно стоять для чего сколько нужно вы попьете так что великолепно выросшие хурма у меня это получается у меня всего лишь прошел вот ну как бы годовало это прошлый год этот год до конца она будет уже двухлетка и вот пожалуйста двухлетка я покажу до конца осенью посмотрим сколько будет вот на данный момент у меня вот около метра где-то дерево и посмотрим сколько она вырастет я думаю что в полтора два метра дерево сможет подняться в этом году так что ребята хурма растет я живу в башкирии это 4 климатическая зона пригород уфы у нас минуса доходят могут доходить до минус 35 такое бывает вот но последние несколько лет это максимум там минус 30 потому что все теплее теплее стает все что я делаю чтобы это деревья хорошо росли просто поливаю все поливаю и полив кстати у меня не только вот туда вниз у меня вот такой такая поливал к вот она включается и как дождик туда-сюда вот так вот ходят сверху поливает как вот как постоянно дождь идет такая система полива не капельная не внизу там чуть-чуть наливаю поливается ледяной водой у меня из скважины сразу напрямую идет вода сюда артезианская вода холодной ледяной водой я поливаю все вообще и в теплице помидоры вот ледяной водой поливаю про это отдельное видео сниму вон и клубника растет хурма растет и тутовое дерево растет все не трогаем деревья когда сажаем не нужно туда сыпать ничего запомните лунка воды налили посадили засыпали землей чуть-чуть уплотнили еще раз чуть-чуть полили вокруг посыпали какой-нибудь траву можно он любую даже взять накрошите сюда вокруг чтоб как или сено навалить туда все и отстаньте от дерева только поливайте все и дайте лет пять этому дереву возможность самостоятельно определить куда пойдут ветки как оно должно балансировку вот лет пять не докапывайтесь до дерева увидите что она у вас вырастет сильно мощно не надо ничем опрыскивать бороться с какими-то там тлей всякой ерундой вообще ничего не делайте просто дайте возможность дереву самостоятельно вырасти превратиться в подростка все единственная ваша защита это вот просто ну вот механическая вот такая чтобы ну вот никто не подошел не пнул вот такая защита должна быть чтобы никто там лопатой не 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 долбануло вот дерево во всем остальном дерево само знает что ему делать все и и отлично вот посмотрите какие листики смотрите какие бодрые красивые переливаются цветами вот смотрите дерево кайфует просто она благодарна мне что я не докапываюсь до него и она растет и кстати здесь много вот по поселку соседей вот разговариваю с ними да вот там ходим у нас общее какие-то собрания бывают все и вот люди постоянно слышу про то что посадили не выросла замерзла подмёрзла чё-то я спрашиваю вы что делаете деревом и вот люди вот что говорят ну знаете мы туда и прикормки и навоза льём и обрабатываем и подрезаем ну почему не растут я говорю вы только что перечислили все то что портит дерево и вы хотите чтобы это росло и они не понимают прикиньте вот ну не понимают что это неправильно но это очень сложно как бы людям поменять мышление говоришь и зачем вы льете этот химию зачем дерево режете надо же сформировать потому что там очень сложно к нему подойти потом чего-то они думают что они умеют формировать дерево берут ножницы три ролика на ю тубе посмотрят и пошли чикать дерево думают что они понимают как это нужно делать портят деревья потом они у них не могут пережить зиму почему потому что вы малыша взяли нарезали ослабили и и должно это дерево перезимовать каким образом она это сделает это как маленького ребенка взять вот выкинуть на улицу зимой подрезать ему ноги руки сказать давай выживай блин а потом накрыть еще одеялом на улице типа чтобы выжил ну бред вообще просто бред люди не понимают что такое дерево из-за этого и относятся к дереву так не воспринимает дерево серьезно это такой же ребенок потом подросток потом взрослый потом старик ровно то же самое относитесь как к человеку к дереву и тогда вы не захотите вы будете своему ребенку химию лить что-то там ну вы представьте вот это ваш ребенок что вы делаете с ним вы думаете это хорошо не нужно этого делать и все и будет у меня в моем саду каждое растение которое я посажу каждое все прирастается все растет выдерживают морозы все великолепно растет и вот так вот постоянно сталкиваюсь с тем что ой клубника не растет вон краснейшая клубника вот смотрите нужно там что-то делать химичить ничего не делаем поливаем просто обычной водой все на этом классная чистая красненькая клубника большая вкусно у меня дочка приходит прям с огорода берет и кушает а у многих нельзя даже сейчас с огорода кушать почему а потому что химикатами сверху посыпали надо помыть не надо мне здесь ничего мыть можно даже вот так вот взять вместе землей и съесть как мы делали в детстве и выросли здоровы я вообще никогда не болею никогда не болел и не болею даже если со мной будет человек сидеть в упор в меня чихать я не заболею я это знаю потому что иммунитет сильный потому что химикатами меня меня никто не пичкал и мы кушали вот землянику эту клубнику все вместе вот вытерем так об себя чисто вот и чуть ли не земля ели эти ягоды а почему ну потому что я сюда не лью никаких химикатов у меня земля просто земля а мы-то дождем и вот поливом все можно прям брать оттуда и кушать люди на химичит так что по газону нельзя ходить там нельзя трогать это все мойте 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 блин проблем себе на создаете потом чего-то хотите так что вот такая вот у меня ребята хурма теплицы которую я ледяной водой поливаю отлично растет не химичу никак деревья которые растут тоже не трогаю вот посадил не трогаю растут себе ореховое дерево второй год только великолепно растет все растет ребята все просто посади и отвали от растения она будет отлично расти